Всех приветствую! Сегодня мы в соборе Хольберстад. Решил сюда пройтись еще, так как мне брауншвайки, брауншвайские решетки до сих пор покоя не дают. Ну и вообще, в общем, в 4К заодно попробовать съемку, посмотреть как она тут будет смотреться. Вот эти вот я у них остановился специально. Такие комнаты сделаны вот в Раункирхе. Если будет желание у нас туда сходить, мы еще сходим. Там тоже есть что-то похожее. И для чего они вообще предназначались, это, конечно, вопрос тоже интересный. Что это такое было? Для чего? Мне, по крайней мере, непонятно. Возможно, тут с человеком что-то происходило, когда он находился вот в этой так называемой комнате. Ну, данная комната сделана из дерева. Вся резная, в общем-то, и, ну, покрашенная. Где-то вот как бы под золото, где-то вот зеленый цвет. И, кстати, тут немного даже, по-моему, камень здесь. Вот где дверь крепится, навесы, по-моему, там камень. Сколько камня мы не знаем. И вот через решетку я вижу там тоже очень толстый камень. Ну, где-то полметра как минимум. Там наверху чего-то у нас явно не хватает. Видите, просто доски вставлены. Что там внутри делалось? Это, конечно, вот вопрос интересный. Там сверху у нас часы. Где-то на самом верху. Вот где-то там вдалеке. Похоже на часы. По крайней мере темно. Сейчас я попробую приблизить. Так как бы зрение улучшится у камеры. Да. Похоже часы. Так. Сейчас мы посмотрим с другой стороны. Справа. Это дело. Ну, в принципе, примерно то же самое. Вот внутри видно камень. Ну, там, честно вам скажу, внутри тоже что-то еще, что-то вроде не знаю чего. Ну, вот если в Литб-Фраун-Кирхе пойдем, там мы увидим внутри тоже очень интересное. Ну, что-то вроде комнаты еще дополнительной. В общем, в этой комнате еще небольшая комната. Что там происходило, что там делали. Так, а тут, ну, тут что-то из металла написано. Ну, в общем-то, я пришел вообще 4К все это посмотреть, как это будет выглядеть. Потому что, как бы, не очень. Когда на телефон снимал, так что-то у меня стабилизатор немного неровно. И посмотреть заодно решетку. Решетку. Так, следы на камнях мы посмотрим еще немного. Тут у нас центральный вход. И по бокам две высоченные башни. Под одну башню мы можем входить. Я уже показывал. В эту башню я тоже входил с друзьями. Тут Ольга играла друга, супруга на органе. И, как бы, туда я тоже заходил. Но, как бы, особо съемку я там не делал. Потому что все на бегу было. Как это часто бывает. Камни по следам посмотреть. Да, где-то местами я вообще не понимаю. Выглядит вроде как литье. Но, как вот, многие говорят, вообще следы обработки. Какие-то следы, конечно же, я находил. Очень часто это вот такие. Опять же, это может быть от формы оставаться вот такими ребрышками. А может быть, следы обработки сейчас. Вот это. Ну, что такое темное. Сложно понять. Вот это. Тут я вошел под башню. Ну, а тут потолок так высокий. Метров так, наверное, не знаю, 6. Ну, пару этажей, как минимум. А там башни-то снаружи видно, очень высокий. По следам, конечно, тут я вижу в основном все вот это вот полосками. То, что я много часто показывал. Ну, длинную вот такую полоску на песчанике оставить, чем можно. Не знаю. Я, честно говоря, не знаю. Несмотря на то, что это не очень твердый камень. Опять же, в Магдебурге я показывал там вот макушку одну. И я показывал, что камень такой уже немного остекленевший. Поэтому, возможно, после того, как сделали изделие, его подзергали температуре, оно придавало, принимало довольно твердую такую структуру. Вот эта чаша, кстати, она из разного камня. Идеально круглой формы. А как мы знаем, разный камень обработать это довольно проблематично. Так как у него разная твердость. И, соответственно, обработка, я думаю, очень неприятная будет. Чем до полировки. Ну, конечно, где-то он уже разрушился. Местами он видно, где-то осталась полировка. Но тут видно украпление всякого разного камня. Он какой-то и красный, и темный, и прочих цветов. Если залили, а потом чем-то обработали, непонятно, в общем-то, честно говоря. Или, может быть, с цельного камня. Вот какой-то он, как галечник есть, например. Он разный. Попробуйте его вот так обработать. Так, и тут у нас над головой у нас орган, о котором я говорил. Орган большой. Играет здорово. Так, что-то у меня опять наклонилось все. А ну-ка, сейчас я попробую горизонт выставить. Так, где у нас? Я мету. Вот так попробую, чтобы он у нас... А, блин, так он верхний идет. Туда мне надо... Опс, никуда. Надо так сделать. Оп, все равно криво. Не пойму, почему. Ладно, сейчас мы его приблизим. Чуть-чуть еще поднимем. Там он как бы неплохо так весь. Всякие фигуры разные. По нарезанным. Так, где это? А, может быть, надо... Опять же, откуда я снимаю? Ё-моё, что так быстро? Все равно не пойму. То он у меня держит горизонт, то не держит. Чуть-чуть непонятно. Ой, век живи, говорят, век учись. Так, ладно. Сейчас мы, наверное, пойдем к решеткам. Все-таки хочу еще раз посмотреть на решетки. Пройдемся по верху. Посмотрим. Потолок там, окна. А, явно приближено еще, да, по-моему? Вот так делаем. Потому что высота совсем не та будет, которая есть. Кстати, тут музеи. Я был как-то раз в музее тут есть, при соборе музей. И там есть рубахи. Ну, у меня туда так несколько влезет этих рубах. Если я ее одену, она до пола. А если подумать, что это для больших людей, то надо подумать, какой величины эти люди были. Так, и туда Илья оделся? Вот это фигуа. Взял, убежал куда-то. Стыри глаза хорошо, говорят, но два глаза иногда куда-то убегают. И вопрос, куда. Тут винтовая лестница. Тут, кстати, вот это издалека я когда смотрел, вот это с камня. Ну, как бы по ощущениям это гораздо позже было сделано. И когда я сдалека смотрел, мне казалось, это медуза горгона. Пока ближе не подойдешь, не посмотришь, как кажется, это там корония какая-то женщина. Похоже, что это на яблоню. Так, еще Илью, а нигде я его не вижу. Убежал. Вот тут винтовая лестница. Ну, конечно, туда входа нету, но выполнено, я вам скажу, просто обалдеть. Ну, и как говорится, попробую тут найти следы в такой темноте, во-первых. А с подсветкой нельзя, съемка запрещена. Ну, а тут вроде какие-то следы просматриваются. Вот тут. Ну, опять же, они то ли обработка, то ли от формы остались эти следы. как бы вот так на глаз совсем непонятно. Но сделано вообще прикольно. Кстати, вот Илья, ты не убегай, пожалуйста, далеко, а то я тебя искать не найду потом. По поводу разрушений во время Второй мировой, вот эта часть сама собора, она вообще не пострадала практически, а вот та уже поздняя справа от нас. Та часть пострадала. Ну, и как бы она нам менее интересна. Но, кстати, решетку эту, которая мне интересна, я хочу еще раз посмотреть, она там находится. Ну, ее видно, что туда позже вставили. Вот это, кстати, центральная часть, как минимум, я вижу, это мраморная. Но тут все такое, так скажем, грязное. где-то мрамор вижу, где-то песчаник уже приделали. Ну, тут тоже много вот таких остатков мраморных изделий. Ты вокруг тут уже прошел, да? Нет, я тут пройдем. А где ты ходил? А, ну, пойдем тут пройдемся еще. Да, пойдем тут пройдемся, и там решетка. Решетка мне интересная, я на нее как бы обращал внимание, но вот есть ли там плетение, я не помню просто. Ну, вот эти я тоже показывал, вообще непонятно, что к чему. Маленькие дверцы, мы, кстати, ее открывали, там заглядывали, где-то у меня есть ролик, с кем я был, я уже не помню, честно говоря. Какая-то вот с дверцей, какая-то просто с маленькими низшими такими остатками. Ну, опять же, видно, что тут уже все перекладывалось, возможно, и тут было, возможно, и следующее было. Кстати, вот к этой не тяни руку сигнализация зарабатывает. Я тут хотел как-то раз ну, просто потрогать пальцем на ощущение, потому что все закрашено, непонятно совсем, что к чему. И потянул туда руку, запищало сигнализация где-то тут. тут у нас тоже ничего нету, следующее у нас тоже есть как бы дверца. В принципе, тут вот тоже непонятно зачем вот это все заложили. как бы вот пацан задел и сработала сигнализация. Вот непонятненько зачем вообще закладывали, что к чему. Как бы видно, что красиво, да? Нафига вот скажи мне камнями вот это все заложили вот эту красоту оконную. есть идея или кому-то да тут вообще не поймешь. да нет, оно по-моему видно, что позже вроде как закладывалось или так вырезано. Слушай, а оно по-моему так вырезано. Тут шва нету. Тут нету шва. походу прям так и вырезано. Ну вот это я думал оно как окно, а потом заложенное с той стороны. А оно веришь целиком. Тут нету шва. Целиком так и вырезано. Ну как нету. Смотри внимательно. Вырезано так. Может быть, может быть. рисунки какие-то. Может крашено было. Сейчас конечно фиг его узнать, что тут было вообще. Так, тут у нас одна есть решетка кстати. Ну блин, съемку с подсветкой запретили. Это плохо. Кстати, она тоже вот смотри. Через одну, то есть вот идет через эту продето. потом она слегка вывернута. Уже это через эту продето. Опять же, тут не закручено. Идет прямо это через эту, это через эту. Ну тут как бы проще, чем то, что я видел в броншвайке. Ну честно говоря, проще-то оно проще, но оно не просто, как может показаться. А тоже в середине? Да, видишь кольца и кольца также продеты сюда. Как это вообще сделано было? Были люди, понятно, что оно местами перекручено, причем вот перекручено, вот перекручено. перекрутить можно заранее. Ну заранее, да. Хорошо, смотри, чтобы тебе, допустим, вот сюда ты нагреваешь, делаешь отверстие, пропускаешь ее, да, сюда. Потом тут нагреваешь, делаешь отверстие, пропускаешь. Ну собираешь середину, то есть собираешь середину всегда, правильно? С какой середины ты не можешь тут середины собрать? Обыкновенно. Нет. середины должны собрать. Тут середины, ну пусть даже середины, ну вот именно вот. Где-то видишь, они как бы тут проблема, видишь, она тут через эту проходит, вот эта, а тут это через эту проходит. Вот это как бы в тупик немного ставит. халло. Я? Приват? Приват, приват. Ну вот тут такая же фигня, короче. Как бы, конечно, я все это показывал, тоже некоторые вещи совершенно непонятны для чего предназначались, чего к чему, и мы сейчас идем, в принципе, я тут все показывал, особо и как бы не хочу делать акцентов, вот тут какая-то вроде дверь, заложено ничего сейчас понятно, что тут сотни раз все переделывалось, мы идем к решетке, а потом мы идем в Липпфраункирхе, наверное, ну тут походим, может еще, тут сколько ни заходи, всегда что-то увидишь интересное, и пойдем к Липпфраункирхе, да, и там посмотрим вот эту комнатку тоже, так, не понял, с той стороны, а, с этой стороны тоже открыто, в принципе, в принципе, я хочу посмотреть, как при таком освещении будет видимость. сейчас мы тут это покажем и пойдем посмотрим решеточку интерес тут тоже опять что-то по загораживали веревочками да кстати есть информация говорят что тут собора есть подземное сообщение на другую сторону города это где-то километров 5 ну говорят я сам не видел кстати вот этот посвечник про который я говорил брауншвайке он метра три высотой как минимум ну метра три точно но брауншвайке оказался еще больше тут к сожалению не видно металл какой но явно не латунь и бронза так и тут мы пожалуй все пойдем посмотрим все таки решеточку друзья не дошел я еще до туда нашел еще одну тут решетку и как бы уже начал на эти вещи больше внимания обращать и тут конечно более грубое плетение видите отверстие более такое огромное с обеих сторон это конечно не брауншвайская но тем не менее где то вот центр тоже вызывает вопросы это во-первых соединение непонятно чем соединяли вот она продета через вот эту потом опять через нее же продета и тут заострение какое-то соединение непонятное нам и в общем то они всего так продетые тоже есть да она уже видно что жалая видать и неизвестно сколько лет где она была вообще возможно где-то на улице было потому что ржавчина и и съела довольно сильно местами видно но вопросов опять дофига это соединение ну где-то вот допустим кольцевые соединения мне совершенно понятно нет проблем а вот например вот эти соединения смотрите юбочкой вовнутрь ставлено непонятненькое соединение тут ладно хотя юг вот это кольцо есть тут а тут тоже непонятно как до кольца соединена тут вот острия все острия тоже непонятно как соединены в общем то не такая как брауншвайке но тоже довольно интересная решеточка откуда ее сюда приперли неизвестно пойдем посмотрим еще ту решетку поэтому она так грубо все и я согласен но где-то я находил она вообще не напоминает гипс знаешь и причем верхний слой он как бы такой твердый а внутренне он более мягкий ну но похоже на литье как как я не смотрел сколько не пытался были еще щас и похоже на литью и разберись где здесь на воде и здесь кстати они видишь вот эти узоры они все разные да так не видно на себя засвечивает тут одни там дальше пойдешь там другие там слену нам в ту сторону пошли туда но тут уже другие узоры там следующие пойдем по кругу пройдемся будут вот такие вот в форме каких-то шишечек непонятных таких тут какой-то остаток столба блин тоже непонятно какая-то ниша огромная непонятная а тут на над столбом а ну да тут кстати лифт сделали его раньше не было когда его тут сделали хоть я часто хожу я не видел когда сделали сюда лифт подъемный и там служители я спрашивал они сказали там этот подвал вот такая высота ну где-то около четырех метров то есть это то что они еще которые знают видать пользуются которым а представь если тут еще говорят что пять километров туннель куда-то на ту сторону города ну все там под землей понятно что много чего я показал где все замурованы входа нету сейчас нас интересует больше следующая решетка да это ладно ну честно говоря вот по следам я не вижу тут каких-то следов обработки я вижу вот это напоминает него чистое литье как я не смотрел сколько раз не пытался найти какие-нибудь следы тут чтобы напоминали мне вот именно следы обработки там неважно от каких инструментов там электрических пневматических или просто отзубил вообще без разницы но что-то такого я не вижу чем везде или а пошли вот она у нас решетка сейчас мы к этой решетки еще подойдем эту решетку посмотрим ну тут принципе никого нету я тут могу и подсветочку включить нафиг к включается включилась все вроде на максимум это принципе хотя на эту вроде я сейчас вспоминаю вроде я более-менее рассматривал и да тут вот нету ничего такого тут видно все вот этими кольцевыми соединениями тут ничего сверхъестественного нет конечно вот брауншвайская решеточка но вот то что я сейчас перед этим показывал но она гораздо проще это я думаю реально сделать от брауншвайскую плюс ее длину учесть по моим ощущениям она должна быть все время в мягком состоянии чтоб ее так заплести а как ты можешь заплести если она вся допустим до красна раскаленная у меня честно говоря нету идеи таких вот тут такие зигзаги тоже столько вот этих вот всяких заветвлений ну вот кто-то заморачивался в принципе тут кстати тоже рассматривал раньше тоже похоже очень на литье никаких следов обработки я тут не вижу вообще но по мне вот по моим моего восприятия я вижу следы литья какого-то тут кто-то что-то носом на царапал 55 или шестом 63 царапали причем глубоко нацарапали кто-то души постарался ну тоже они как бы колонна то разные вот это такими кубиками вот это скажем без таких кубиков уже но это не следы инструментов блин это реально похоже на литье да короче вообще не видно не вижу я кто-то идет на свет выключил это стуканут моментом сейчас говорю стуканут моментом пойдут туда скажет уон там с подсветка ходит блин тут ступенька фигасе я ее не видел а нафига нужна какой смысл у этой ступеньки вообще никакого смысла так ну ну и вот эти вот смотри по бокам они явно где-то стояли их сюда положили но это где-то стояла явно раньше просто взяли сюда положили а вот это кстати часть она более позднее даже официально написано что она гораздо позже строилась вот эта часть церкви ну тут как бы там по истории ну по описаниям они короче это магдебургская вот это хальбштатовская и кельнская по описаниям если почитать то там разница очень небольшая строили горело строили горело строили горело все в таком духе примерно может быть там даты разные не помню уже давно читал но очень похожая история у всех эти все канделябры видишь они все разные сколько мы уже прошли их целую кучу надо же еще фантазию такую иметь чтобы их вот так всяко-разно вырезать против солнца вообще нифига не видно кстати собор можно показать отсюда чуть-чуть так то есть вот тут такая буква п вот эта пристройка которая мы находимся она позже пристроена к этому собору но этот собор якобы по истории там где-то примерно 500 лет назад был закончен ну примерно так же и магдебургский и примерно так же и кельнский в принципе история как я уже сказал у них очень похожая а если там в те же времена когда строили соборы почитать другую взять тему например военную в это время они то с теми воевали то с другими воевали короче они воевали и плюс строили вот такие шедевры вот во вторую или в первую мировую какие-нибудь шедевры строили интересно тут по-моему ничего тут такого не строили шедеврального так ладно что пойдем ладно уже до конца дойдем тут у нас слева выход в эту современную пристройку мы туда не пойдем мы туда не пойдем где-то я тут вставочку а вот вставочка мраморная ну то есть где-то что-то они нашли сохранилась сделали вот такую позднюю и туда вот эту вот мраморный кусочек вставили прикольно ну такая работа как бы уже одно дело из мрамора сделать другое дело из песчаника да и тут кладка посмотрите то что мы видели в соборе прямые блоки идеальные да и тут какие камушки выглядывают то что мы видим камушки в общем все вот эта пристройка явно позже и она более примитивно сделано совсем другие технологии использовались он смотри камни какие повсюду причем разные туда на какой-то раствор бабахивали а эта часть у нас закрыт эту часть мы только туда вовнутрь из музея можем заглянуть через стекло где-то я там не ролик есть я показывал музыка я тут непонятка но вот тут подвал и пошли как вот тут как раз я проходил служители сидели спросил да еще такая же высота как тут а тут где-то около четырех метров высота и он люди показывал как раз лестница туда вниз уходит так тут у нас вроде бы все да круг мы сделали так пойдем сходим еще так вход перенесли на эту сторону вот тут мы входили сейчас тут опять же какие-то реставрации идут переделки все закрыли это дело и как всегда там что-то переделывает что к чему зачем и почему знаем ну когда снимут увидим наверное это правда мне надо будет старое видео это смотреть потом что там было потому что все запомнить никак нельзя тут вот еще часть закупорили закрыли и кстати я уже говорил вот те вот статуи там сделали вставили более современные не так давно их на зиму закрывают ну потому что они разрушаются я показывал вот это остриет подобное магдебурге оно такое как уже близко к стеклу твердость очень высокая а тут они на зиму закрывают потому что простой песчаник он разрушается довольно быстро не соответствует не подходит он для таких вещей на на обойдем мы пробежимся еще туда в лифт франкер хи а у меня сейчас батарейка закончится сейчас как раз добью батарейку и пойдем проскочим севлен франкер хи покажем вот эту внутреннюю будочку может быть кто-то из зрителей напишет что-то могло происходить в этой будочки но вот соборе я уже показал самом начале облицовано деревом хотя внутри там видно каменная вот как-то так и в той лифт а вот мартини я не помню к сожалению мартини надо еще заглянуть не знаю не факт что сегодня открыто так вот это у нас практически во время войны не пострадала вот эта часть но с противоположной стороны там я фотографии находил было немного разрушена но и как мы видим тут идеальные ровные блоки слева справа мы видим камни там уже более проще а внутри я показывал совсем довольно примитивные понятно что делалось это совершенно в разное время блин тут у меня камера конечно надо еще какой-то как она называется для линзы покупать эту линзу блин чтоб не засвечивала так тут у нас что-то там учатся чему-то я не помню уже его тоже обходил но тоже явно древнее здание какое-то там у нас тоже с подвалами огромными такими там мог на на глубине как минимум метр верхняя часть только ты там дальше почта вот желтая выглядывает тоже древнее здание там с той стороны со стороны двора показывал метра 3 только глубина дверь на глубине метров 3 3 поэтому все тут вообще ничего не понятно ну говорят что так строили одни говорят что все просадку дала так их провалилась третье говорят это все так загадили короче 34 а где-то находишь ли почти до 10 метров 8 магдебурге там находил 68 метров в общем гадили не безбожно а потом мы получается поэтому то что тут нагадили до сих пор ходим ну как-то так по истории по крайней мере на на сейчас могут у церковь идем все батарейка высадилась меняем ты батареечку поменяли идем дальше в эту церковь посмотрим такую же комнату похожую на то что мы видели начали но интересно бы конечно понять вообще для чего они предназначались если допустим кого-то туда закрыть на сутки или я не знаю хотя бы там на 12 часов что произойдет человеком ну единственная проблема что никто же нам этого не позволит сделать там кстати вот ходил библиотека там подвал и там вот это здание где как говорю штрафы прочь не помню название штрафа выписывают домой камни все ровные но таких местами потюкали интересно тоже когда строители вернее кто его сюда тащил у них была мысля нафига вот это надо ну как бы нам то более-менее понятно ладно это другая тема тут кстати тоже показывал я там башню заходил камни если они обработаны тут совсем непонятно чем и как обработаю обрабатывались снаружи то конечно мы уже вряд ли увидим таких следов а кстати официально тут нету подвала а если мы заглянем тут маленькую щелочку но и видать оставили в целях отдушины не рассчитывали видать что тут будут ходить такие любопытные вроде меня ну и там глубина примерно метра три где-то и там просто землю видно понятно что там расчищать надо а блин нифига на камеру не видно это надо фонарик включать ну в принципе я показывал как бы ладно сейчас покажу все-таки не поленюсь стану фонарик где-то у меня там далеко глубоко лежит да где-то там у меня был фонарик 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 кстати купился немножко помощнее как бы вроде должен лучше светить где там ничего не вижу вообще блин там наверно не три метра батарейка по ходу села что-то плохо светит совсем там даже наверно глубже и три метра наверно блин а глубже будет 4 но официального даже у служителей спрашивал так как я увидел подошел к служителю тут и церкви говорю отчетом за подвал она уже где где тех вернула там говорю окошечко есть беру явно это отдушина она говорит нет не знаю нет никаких дверей никаких входов туда ничего короче ну загадка хорошая сейчас мы пойдем туда если открыто должно быть открыто так с 10 до скольки до 5 до она пошли так подсвечник тут тоже большой есть где-то около трех метров но броншвайки конечно броншвайки всески переплюнул эти подсвечники в 5 не будем мы туда заходить сюда в эти комнаты все вход платный вот этот посвечник там кстати написано я пытался прочитать но видимость я вам скажу совсем никакая и прочитать что-то там проблематично потом вот эти буквы корявые которые я даже не понимаю многие и вот эта комнатка сейчас мы ее покажем вот она она кстати ну тоже вижу я там камня много использована по крайней мере сверху видно а вот эта наружная отделка тоже деревянная и вот такая комната там есть вот предназначение друзья этой комнаты есть кого-нибудь какая-нибудь идея конечно можно найти описание но описание как бы верить в эти описания знаете не считаю как бы себя не уважать так скажем принципе фикер значок вблизи ее разглядывать там нифига не видно даже если я ближе подойду видно что вот снаружи она как заборчиком на родину внутри как комната каменная бегает еще разок покажу эти фигурки такие прикольные вот их уже показывал как бы вот это вот человека чё с фантазией было сложно сказать конечно это голова это шея там некоторые не сразу понимали выглядит как вроде слон качество картинки зависит и тут у него был хвост он уходит сюда туда на ту сторону и потом сюда в рот заходил вот часть обломана тут и тут кусок обломанный то есть изо рта хвост и в рот как-то так и лапы посмотрите какие ужасные морда тоже такая просто пипец чего тут такое но с другой стороны совсем башка обломана ну и на той стороне тоже такие разные прикольные есть тут вот уже с головой человека до руки вроде человека сзади копыта и чё-то сорта и вот это вот все вообще пипец полный блин и вот такой вот букет ну фантазия конечно блин 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 так где-то еще с той стороны собачка была да вот она собачка тоже хвост грызет да представляешь хвост идет фиг знает куда откуда через вот эти узоры и она его кусает но с этой стороны плохо видно сейчас я обойду с другой стороны лучше видно внутри зайду вот с этой стороны ну работа как бы так себе да но вот фантазия тут какая-то странная так скажем мягко послушай тут же чё-то стояла по моему болен хоть все видео снова пересматривать что-то тут вроде не хватает помню тут как бы столик не помню брать не буду но явно тут что-то не хватает все заштукатурили так наглохо и вот этот потолок закрасили ну а там такой в самом зале новодельные уже деревянные походу ахате ну похоже да свежие свежие дерево перекрыто поле современная тут тоже похоже дерево до дерево тут у нас дерево ну тут я вот тоже смотрел кстати вот вставка есть какая-то металлическая но она вроде как буржавая это похоже свежая вот этот кусок видать откололся ее вставкой закрепили но тут тоже никаких следов обработки как бы и не видать в помине вот эти полоски но это может и форма такие полосочки оставлять с чего была форма сделана чем вытащена на в принципе тут я тоже ходила смотри там тоже решетка есть вот блин придется опять платить что ли если приближу а там нету по моему ничего такого 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 интересного нету как бы они как спаянные сваренные или разделенный металл непонятно а снизу такое соединение кольцами это не та решетка которая нам интересно так ладно тут принципе я ходил ничего там так такого интересного нету больше у нас решеток тут нету да ну вот это вот уже такая более простецкая решетка тут же у нас везде много церкви некротику запустить да покажем так что-то у меня поворачивается то-то-то-то-сюда руки нестабильные по дуном ходят а металл непонятный какой блин и не пошкрябаешь ничего здесь чугун вообще непонятно я бы не сказал что это чугун не похоже это на чугун или нет это не чугун то что он черный весь это не говорит что это чугун он не похоже на чугун вблизи если смотреть не не похоже я почему предполагаю что это чугун здесь сильно было раздать ну блин магнитиком если проверить сейчас проверим ну-ка подержи-ка или у меня же на руке магнитики же отделайте шнурки-то на всяких пожарные все-таки по соборам ходят нет не магнитится понимаешь совсем никак не магнитится поэтому чугун же у нас магнитится вроде бы я сам засомневался чугун там магнитится или нет крышки да чугун непонятно там крышки или что это мне сказали что это растяжки вот эти вот фигурки на их тоже показывал в принципе тут разных национальностей понаделали всяких разных и вот тут я заходил там показывал камни обработка их тоже вот по инструментам мне например совсем как-то непонятно честно говоря чем их обрабатывали вообще никак не понятно если это был инструмент то какой инструмент совершенно не это непонятненько ну ладно так тут больше я решеток не вижу в принципе будем гадать все-таки как это броншвайшку решетку могли так завертеть закрутить у меня мысль приходит только одна чтобы это должно быть вот представляешь середины ты говоришь начали да но это получается тебе чтобы продеть в другую у тебя одна часть должна быть вся то есть в мягком состоянии красная ты там дырочку сделал потом ее туда полностью пропустить должен она должна быть вся мягкая понимаешь ну не может быть а как ты ее пропустишь твердом состоянии металл никак не загнешь кстати вот эти мраморные остатки никто не знает что откуда и когда они блин шумные камера гуляет во все стороны блин не в ту сторону опять жму они мраморные каких годов не известно кто делал не известно короче ничего не известно вот это вторая переедем кстати у нее подставка отличается четко видно что подставка с другого мрамора сделана и такая как бы более примитивная чем вот сама голова смотри кучеряшки как аккуратно да и кстати вот на корпусе я вижу прожилки а вот на лице я не вижу может частично с искусственного мрамора непонятненько ну вот на этой части четко вижу вот без головы остаток тут и четко все прожилки вижу вот эти мраморы где на руке вон вижу там дырку делали что ли пытались крепить или что ну как бы остатки неизвестные а тут у нас что тоже мрамор на этой плите да ну тут блин смотри лошад остаток лошадки да и ноги но обломанные правда вот по сравнению с моим пальцем типец какие они тонкие маленькие но вот эта нога вот левая обломана задняя нога тоже обломанная совсем нет к сожалению видать очень тонкие были и быстренько обломались и вот сделали такую плиту похоже непонятно вообще может быть это позже плиту сделали тут какой-то журавль или цапля кто-то на одной лапе стоит тут вроде медальон медальон а тут что лицо должно быть или что почему ничего нет и непонятно сверху тоже непонятно что-то по обломано что было вообще непонятненько что это такое ну то что мрамор на это видно вот это каемочка тоже вставлено туда что-то мне сдается она позже была вставлена все по обломалась нафиг все вроде да сейчас посмотрим походе тут пытаюсь разобраться какой материал не получается у меня как бы высоковато вставлено вроде песчаник похоже да больше на песчаник а вон внизу видишь в самом низу постановит видишь полосы песчаник да но это видно что работа другая сама подставка не видно она отличается сильно во дворик пойдем входим продвижимся там и все если ты ничего тут не крепили просто выцарапали придали вот этот объем немножко тут видно следы инструмента четко видно если ты уверен что это так то ладно а причем здесь четко тут просто следы просматриваются повсюду видно что тут ну такая более примитивная работа и видно что ее все долбили понимаешь для того чтобы тебе показать объяснить то я должен взять инструмент взять такой же камень и это все сделать ну там блин песчаником я работал как я говорил там видно следы а тут я вот например это ну она видишь опять же старая опять же технологии она очень старая вот тут 2000 2000 вот тут видно технологии которые были ну блин вот такое я тебя нацарапаю без проблем ну насилие опять заговорили об этих следах ну да он прав мы не знаем же что как они делали то есть на следы обработки вот допустим они как бы не очень-то похожи я бы даже сказал совсем не похожи а вот если следы от формы возможно потом ладно тут короткие сейчас мы где-нибудь найдем длинные если то есть длинные следы оставлять даже на песчанике это довольно проблематично блоки были там где-то по 60 сантиметров может даже больше ну тут в принципе то тут ничего и нету какие-то остатки где-то чего-то вообще непонятно из чего но тут явно из песчаника вот тут примерно то же самое что мы в соборе видели где-то видно что вот части они как вылитые они похожи на обработку хотя не могу утверждать тоже а тут видишь заштукатурено тут к сожалению не видно но я подозреваю что тут сверху такой же камень какой попало безобразно потом просто заштукатурены если тут на стенах еще более-менее ровный какой-то хотя тоже не особый ровный по сравнению с собором или вот той же самой мартини ну явно тоже позже это строилось вот это вот такой квадрат дворик я думаю даже по истории тоже будет написано что позже строилось если даже почитать вот тут ядро лежит представляешь смотри каменное ядро или каменное ядро ну это конечно прикольно круглые делать ядра ну это вообще блин у кого фантазия такая чтобы потом с них стрелять ну диаметр такой небольшой если по ноге так ну чуть больше ноги моей сорок третий да если что чтобы сориентироваться какая нога ну вот с этой стороны башни тоже как-то камни такие не очень гладенькие четкие по сравнению с той стороны я заходил в башню там видно было они очень хорошо обработанные чем-то непонятно чем совсем то тут снаружи по крайней мере немного они по другому совсем выглядят но в эти башни хода нету почему-то и вот то что тут внизу под башнями там пространство еще большое тоже никуда входа нету и камни такие гораздо хуже чем с той стороны гораздо и тут дворик такой приличный стяжки стяжки одна две парочку вижу стяжек тут каменные опоры раз два три а на этих стенах двух ничего не вижу а не он там одно видео тоже опора на этой стене ничего нет ни опор ни стяжек почему-то ага странненько а тут что камней наложили он просто какой-то прямоугольник видать некуда деть было что ли взяли наложили ко мне ступеньки не знаю вроде нормальные но как-то узковатые немножко по высоте нормальные ну ладно пойдем чё ничего тут интересного больше нету все это я показывал не один раз решеток больше мы не нашли к сожалению что-то я как бы обращал внимание но так не очень много внимания обращал на них да вообще непонятный материал ну хотел сказать песчаник но вроде как бы и не песчаник местами вообще не поймешь какой материал что-то он как-то слишком гладкий для песчаника тоже наверное литьё какое-то так песчаник ну-ка я пошуркаю песчаник на пусть помню какой он на ощупь то хоть вот ай блин что-то мне там колется явный песчаник о бля не совсем на ощупь совсем другое совсем не тут песочек чувствуется песочек всегда он чувствуется на песчаники даже если он очень мелкий вот это вроде песчаник вот это вроде приклеенный совсем свежий тут мелкий какой-то чувствуется афиг поймешь бля темно еще бля мы последнюю поездку делали с ильей на горы хардс там на скалы хотели посмотреть но в принципе сегодня тоже бесполезно ехать снег вряд ли растаял скорее всего до весны нам придется все-таки ждать где-нибудь там может в марте или в апреле мы туда сегодня как-нибудь соберемся съездим если не с ильей так с михаилом вместе они никак не собираются не хотят и поизучаем там не все-таки сколько я попыток делаю на этих вот как я их называю мегалитические остатки хоть какие-нибудь следы что-то похожие напоминающие обработку да ну пока все безуспешно это было видно четкая вот четкая кладка особенно на храпящих скалах но к сожалению увы чтобы следы какие-то увидеть не получается ну надеюсь мы когда-нибудь что-нибудь найдем может быть может нам повезет когда-нибудь и где-нибудь обнаружим в хардсах много чего интересного там принципе в любой населенный пункт заехать можно походить и что-нибудь интересное увидеть но они населенные пункты как мы с михаилом шли и говорили вот блин нам бы такой двухместный маленький этот вертолетик полетать сначала сверху посмотреть найти а потом заехать смотреть это было бы конечно вообще здорово просто шикарно а так вот с этой гогл планет ищешь ищешь там фотографии иногда вроде что-то нашел приезжаешь а там нифига вообще ничего интересного нет или наоборот смотришь вроде ничего интересного приезжаешь а там оказывается интересно но как-то так в общем в основном наугад наугад где-то как-то услышишь что-то кто-то скажет про что-то поехал нашел вот там смотри на почве что-то во дворе там работы начались какие-то где вот эти двери там говорил 3 метра там походу они не 3 а 3 с половиной минимум метра на глубине а там что-то начали реставрацию крышу делают смотрю ну подземные помещения к сожалению у нас никто не пустит туда там сколько какая глубина мы сейчас идем а у нас под ногами тут кругом подземелья там огромные во время холодной так называемой войны там использовались военными как бы убежища они были сейчас все по закладывали замуровали и нафиг хотя могли бы сделать для туристов да представляешь для привлечения туристов там под землей вот тут под городом офигеть чего только нету вон бонус бонус вот на и а сейчас мы мартини может еще заскочим если она открытая мартини все равно мимо проходим вдруг она открытая ты там тоже не было вот это единственная церковь вот мартини она но как минимум половину тоже может быть немного больше ну то есть была разрушена во время второй мировой фотографии есть если кому интересно можно набрать хальбристад я находил там смотрел ну чуть-чуть больше половина была разрушена я честно говоря тут не помню решеток принципе не сегодня заинтересовали те брауншвайнские мне не дают покоя решетки как и сделали поэтому я решил еще тут раз пробежаться потому что особого внимания я на них не обращал сейчас если открыто мы сюда быстро заскочим глянем вот это вот тоже конструкция прикольная посмотри вот здесь железячки сверху а снизу надписи как бы да у чё к чему есть идея а искусство красота типа да красота мусор или искусство то есть мне можно подметать мусор или много искусства но звонит директору ведь тут у вас на втором уходе нет дальше по моему это искусство или просто мусор можно подметать но мартине у нее странный график работы тут не всегда попадешь вот видишь сегодня мы тоже не попали ладно все на этом пожалуй все наша прогулка закончилась на я честно говоря не помню тут решеток можно конечно видео пробежаться посмотреть там где-то мартини то я показывал туда кстати мы помнишь с тобой ездили последний раз на горке пять пальцев да и вот видишь тут вот эти будки все стоит мы когда приехали я себя отлично чувствовал а я в в день еще хотел пульку водить да потом думаю как бы она на пяти пальцах не нужно вроде но думаю одену но забыл тем не менее когда приехал мне надо было сбегать магазин и я вот через вот эти вот все будочки тут туда пробежался обратно пробежался вот тут народу было полно как раз мы же воскресенье были да тут народу было битком и вот тут я проскочился и что ты думаешь я пришел домой мне плохо стало мне реально заплохело и причем я об этом не думал я просто пришел домой я почувствовал мне раз и плохо резко стало вот такая фигня ладно на этом пожалуй все всем удачи счастья здоровья пока а 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 Субтитры создавал DimaTorzok